Как пустословие разрушает жизнь? О, хороший вопрос, супер. Это одна из самых разрушительных сил это пустословие. Когда человек не может вырабатывать энергию любви, а энергия любви вырабатывается в молчании, то человек, он начинает болтать. Обычно эта болтовня, она нескольких вариантов бывает. Первый вариант, обсуждать кого-то. Самый примитивный и ужасный вариант, разрушающий жизнь человека. Чаще всего на это попадают женщины. И чаще всего по телефону. Что происходит? Они истощаются полностью. Вся энергия любви выходит. То есть, если женщина в течение хотя бы получаса, кого-то с подружкой обсуждаем, эксперимент проведите такой, вы все равно же будете обсуждать. Проследите за собой. То есть, вы, допустим, взяли телефон, подружка звонит, и понеслась, допустим. И начали с ней обсуждать, косточки перемывать. Когда вы трубочку кладете, посмотрите внутрь себя вот сюда. Что вы увидите? Пустоту. Дальше следующее, что происходит. Делать ничего не хочется. Хочется прилечь, отдохнуть. Энергия кончается, энергия любви кончается, энергия энтузиазма кончается, все кончается. Это состояние называется свернение. Муж приходит с работы, начинается рубынь. Почему? Потому что энергия, предназначенная для любви, была истрачена по пусту. Это называется пустоголовость. То есть, человек не копит энергию, а тратит, потому что он не контролирует свой язык. Женщинам очень трудно контролировать свой язык, поэтому для женщины есть рекомендации в этой связи. Надо постоянно прославлять. И надо научиться быть стрелочником. То есть, вы как бы на железную дорогу сходите, посмотрите, как стрелки переводят. Научитесь стрелки переводить. И, допустим, с подружкой говорите, а она вам, допустим, а он такой козел. А вы говорите, слушай, у тебя рецепт вот такой есть. А он такой козел. А вот это вот. А ты знаешь, на улице температура в лучшую сторону пошла меняться? Температура в лучшую сторону опять будет хуже. Если как бы дальше вот это все продолжается, то вы ей говорите, слушай, у меня что-то у меня, по-моему, это понос. Ей трубочку кладем и съедаем. Потому что понос не у вас, на самом деле, а у нее. Это надо заканчивать, понимаете? Надо пресекать сразу, сразу, сразу все попытки. Не думайте, что вы оскорбляете подружку таким образом. Потому что, на самом деле, она оскорбляет вас тем, что она занимает вас таким разговорами. Есть люди, которые сами сплетничают, разрушают чужую жизнь, благодаря таким разговорам. У нас все плохо, эти плохие, эти плохие, эти плохие. Все плохие. Это означает разрушение своей жизни, разрушение жизни человека, который это все слушает. Периодически у нас у всех это случается. Надо переводить тему сразу. Или заканчивать общение. Это пустые разговоры, один тип пустых разговоров, разрушающих жизнь человека. Если вы чувствуете, что не получается, все равно лезет, значит тогда, для этого есть, существует определенный метод. Называется Мауна. Молчание. Хотя бы на полдня. Хотя бы на три часа. Хотя бы на один час. Но вы должны знать, что вы не разговаривали. Вы даете себе обет и просто ходите и молчите. Что бы ни случилось. И внутри себя повторять я желаю всем счастья. Потому что молчание может быть внутри. Мысль крутится. А колбасы-то в магазинах все равно нет. Понимаете? Хоть молчу, хоть не молчу. То есть она работает, система-то. И чтобы она не работала, надо также и мысли свои победить. То есть нужна молитва, понимаете? Или молитва, или молчание. Ну то есть что-то надо делать. Ни в коем случае нельзя позволять себе вот это. Это один вариант. Смешной, могу еще раз показывать. Этина Олег, кто-то пришел. Хорошая моя. А слушай, тебе интересно? Смотрите, даже в детском возрасте люди иногда стремятся к истине. Представляете? Маленький ребенок сидит и слушает. Любительно. Да? Скажите, пожалуйста, а чем осуждение отличается от обсуждения? Ничем. Одно. Смотрите, если, допустим, вы старший, накажите человека. Накажите с добрым сердцем, дайте наказание свое. Допустим, вы осудили, сказали, допустим, Мария Ивановна у нас в коллективе прогуливает. Вот. Мы ее наказываем так-то. Но она хороший человек, на самом деле. Или, допустим, вы старший, директор завода, у вас приходит подчиненный. Он, допустим, выпивает. Вы ему говорите, Василий Петрович, как у тебя жизнь? Ну, так-то, так-то. Чего, плохо пьешь ты? Плохо тебе, да? Плохо, да. Мне тяжело, поэтому я пью. Василий Петрович, ну, понимаешь, может договариваться, что, несмотря на то, что тебе тяжело, ты другим страдания не приносишь. Поэтому на работу пьяным приходить нельзя. Он говорит, ну, я не смог, не сдержался. Василий Петрович, раз не сдержался, значит, тебя придется наказать. Наказал. Потом Василий Петрович еще раз на работу пьяный пришел. Он вызывает тебя, говорит, Василий Петрович, ты хороший человек, я тебя люблю. Мне придется тебя с работы выгнать. И он его обольняет с работы. Такое возможно. Начальник должен наказать, иначе все распустится в окне. Потом Василий Петрович приходит, говорит, слушай, я уже не пью. Возьмешь меня опять? Возьму. С испытательным сроком. Один раз выпьешь, больше и вообще никогда не возьмешь. Понимаете? Такого человека все будут любить. Ну, а ему трудно вот так жить, такому начальнику? Трудно. Ведь злоба живет, он рушит коллектив. Реально рушит. Он не дает возможности нормально работать никому. На него вы... И надо в это себе побеждать. Начальник означает, который молится за своих подчиненных. Он заботится о них. Поэтому он начальником стал, а не для того, чтобы кровь с ним сосать. Понимаете? Вот в чем дело заключается. У Бога есть свои планы на всех. Почему человек начальником становится? Потому что у него есть силы, заботится. И так человек испытывает счастье. Почему? Все его любят, все подчиненные любят. Думаю, хороший человек у нас начальник. Все говорят, не хочу уходить с этой работы. Пускай маленькая зарплата, начальник хороший. У нас хороший коллектив, буду работать здесь. Понимаете или нет? Да? Опаздывает на работу. Ну что? У меня жена везде опаздывает. Нормально? Не знаю, просто опаздывает. Я говорю, ну как бы вылет у нас самолет востоку. А самолет позже. Что ты делаешь? А спокойно собираются. Едем. Самолет оказался позже. Успеваем. Есть люди, которые не могут опаску этих слабых Сатурн. Им все равно приходится опаздывать. Неизбежно. Та, что улыбается, потому что знает. И что я не скажу об этом человеке. У меня есть человек, который всегда опаздывает. Но я не скажу вам об этом. Вообще у меня все, вот все мои помощники всегда опаздывают. Ну, те со мной работают, они всегда опястно тормозят. Называю космонавткой. Они вот такие все. Недавно в Сочи приехал, лекции прочитал там. И мне подходит фотография, показывает, вот студент, вот как бы, хочет учиться. Я смотрю такой. Говорю, о мой космонавт. Камна же есть, никуда не денешься. Надо принимать судьбу просто и все. Принимать судьбу и нет проблем никаких. У кого-то по судьбе вот такие достаются люди, у кого-то такие. Это нормально. Ничего проблем нет никаких. Опасный, опасный. Ничего страшного, что делать. Страдания неизбежны в этом мире. Надо с любовью принимать всех людей, кто дает нам страдания. И в этом будет счастье. Потому что все будут за это благодарны, что ты принимаешь судьбу. Все. Понимаете? Но если у тебя нет силы внутри, ты не примешь. Если у тебя нет ты, человек не дающий, а берущий, потребитель, нет силы, не примешь, не простишь, не сможешь. Почему? Неправильно живешь. Надо менять свою жизнь, господа. Если хотите жить счастливо, надо вырабатывать отсюда, продуцировать, чтобы на всех хватало. Понимаете? Помогаете духовной жизни справиться с плохим периодом. Конечно. А что еще помогает? Ну допустим, у вас плохой период. А что еще вам поможет? Скажите мне. Что вам поможет? Ничего больше не поможет. Надо просто усилить свою духовную жизнь. Вот допустим, веды объясняют. Человек в возрасте. У него возраст, допустим, 45 лет, 50 лет. В 50 лет количество плохой кармы всегда становится больше, чем хорошее. Все. Дальше после 50, всю жизнь плохой период. Спасибо. Пожалуйста. А? А потом? Все, да? Нет. Смысл-то в чем заключается? Веды говорят, что после 50 лет человек должен увеличивать свою духовную жизнь. И чем больше у него духовная жизнь, тем больше он побеждает свою карму. Поэтому он мудрее становится, и поэтому он становится сильным человеком, и все его любят. Веды говорят, если человек дожил до 80, до 80, у него ясный ум, он стал таким вот, у него ясный ум 80 лет. Это значит, что надо ему поклоняться, как святому. Почему? Карма-то увеличивается с каждым годом, а он нормальный. Это значит, что он чистый человек, хороший, понимаете, его надо очень сильно уважать. Поэтому пожилых уважают, которые ведут себя нормально, адекватно, уважают. Почему? Потому что просто так не будешь 80 лет всех любить. У тебя же прет изнутри все больше и больше с каждым днем, понимаете? А ты при этом не только справляешься с этим, но всех любишь. Это означает, хороший человек, святой, можно сказать. Понимаете, нет? Идея. Поэтому пожилых уважают, что тяжелее жить. Они, если справляются со своей жизнью, значит, они достойны уважения. А если 92 года, и она такая противная. А если 92 года, и она такая противная, значит, не обращайте внимания. Потому что, если выйдете 92 года в жизни, неизвестно, какая вы будете. Вы же не знаете, что с вами будет 92 года. Вы просто не понимаете. Я понимаю, я понимаю. Я вижу по вашему голосу. Я сейчас объясню. Мы просто не знаем, что с вами будет там. Мы не знаем, что такое старость. Чем старее человек становится, тем тяжелее у него прет изнутри болезни, страдания, лишения. Столько судьбы плохой выходит изнутри, чего он не выдержит. Если он неправильно жил, то есть он не знает, что такое духовная жизнь. Он просто не может выдержать. У него или здесь по фразе идет старческий маразм. Или он просто умирает от того, что у него там инсульт, там инфаркт. Или он начинает становиться больным и не знает, как дальше жить. Понимаете, у всех по-разному вытекает карма. У кого-то через рот. Что делать? Потому что она мучается, понимаете. Вам трудно это понимать, госпожа. Что делать? Я вам сейчас скажу, что делать. Я вам сейчас скажу, что делать. Веды говорят, если человек очень сильно реагирует, очень сильно реагирует на плохую черту характера кого-то, это значит, что он очень скоро станет таким же. Этот феномен известен всем. Этот феномен известен всем. Даже есть пословица на эту тему. Дело в том, что есть такой феномен, что если, допустим, кто-то бросает кого-то, и ты со злобой к этому обносишь, ты говоришь, гад такой, зачем ты бросил, я ненавижу за это. То тебе придется тоже кого-то бросить. Точно так же. Представляете, какая вещь? Ты осуждаешь человека за его плохой поступок, не просто сожалеешь, не молишься за него, а осуждаешь в сердцах, гадина такая, зачем ты так сделал? Получишь, значит, несомненно, без всякого сомнения. Потому что человек... Работники не хотят работать с ним. Работники не хотят работать. Потому что человек совершает плохой поступок только по одной причине, потому что ему плохо. У него плохая карма выходит изнутри, ему плохо, и поэтому совершает плохой поступок. Вот почему вы сейчас уже пятый раз к ней об одном и том же говорите? Потому что вам плохо. Из-за того, что вам плохо из-за этой девы, женщины. Вы из-за этого страдаете. Если вы страдаете, вы говорите мне, пытаетесь довести. Олег Геннадьевич, мне плохо. Она не то, что вы думаете, она еще хуже. Еще хуже, Олег Геннадьевич. Хуже, чем вы думаете даже, понимаете? Потому что вообще весь коллектив, не только я страдает. Вся земля страдает от твоей бабки. Я 92 года. Она всех замучила. А если весь коллектив не страдал от этой бабки, а замолился за нее, тогда бы она никого не мучила. Потому что они все их коллективом победили ее карму плохую. У нас нет культуры жить, понимаете? Мы не знаем, как жить. В этом проблема заключается. Каждый аскеш нужно совершать, чтобы найти себя в жизни. Чем заниматься? Какой аскеш нужно совершать, чтобы найти себя в жизни? Чем заниматься? Хорошего подпишитесь к вопросу. Кто знает ответ? Как служит? А? Делал, чтобы был долг. Да. Вот просто... Какой? Он не знает, какой долг. Вообще не знает человек. Вот просто смотрите. Вот человек не знает, чем заняться. Вообще не знает. Две причины. Первая причина лень. Вторая причина жадности. Ему хочется больше зарплаты, поэтому не знает, чем заняться. И он не хочет просто работать. Он хочет больше зарплаты, но еще и не работает при этом. Вот две причины, почему человек не может найти себя в работу. Что делать? Надо сказать себе. Вот что мне предложат самое первое, там и работаю. После просто для воспитания себя, понимаете? Не для того, чтобы что-то зарабатывать, а просто для воспитания себя. Живу в проголодь, работаю там, что предложат. Результат очень хороший. Человек идет и работает там, где ему предложат. У него вырабатываются качества. Когда они вырабатываются, у него получается лучше работа, потом еще лучше работа, потом еще лучше работа, потом совсем классная. Я могу привести свой пример в жизни. Я когда учился в мединституте, у меня не было денег учиться вообще. То есть у родителей не было денег не кормить там. И я просто, я не парился. Я просто работал дворником, сторожем, медбратом. Вот Бог дает какую-то работу, я работал. Самую примитивную работу просто. И я не жалел ни о чем. Я был счастлив. Жил потихоньку, я был счастлив. Я чувствовал, что я правильно живу, потому что я просто не хотел поддаваться судьбе. Просто работал, где Бог даст и все. И это выработало вот это вот понимание, что надо любить судьбу свою. И надо париться. У тебя, допустим, нет большой зарплат, но работа иди там, где есть, и нормально, никаких проблем. Жизнь будет лучше потом. Она начнет меняться потихоньку. Лучше, лучше. Потому что и судьба все дает. Мы же сами не можем ничего схватить. Если человек судьбу свою победил, она ему дает все самое лучшее. Нужно ли оставаться с человеком, если он изменяет? Встречались три года, вместе не жили. Нет, не надо. А еще папа пьет, хотя мама его очень любит и хорошо относится. Она, значит, его не воспитывает. Называется не любовь, а зависимость. Папа пьет, а мама зависит от него. Она наслаждается им и не хочет ему мешать пить. Просто терпит. Это называется зависимость. Это зло, женское зло. Иногда бывает зло мужское, иногда женское. В чем зло заключается? Она не дает им возможности развиваться тем, что она его поощряет. Балует зло мужское. Значит, хочет наслаждаться, боится потерять. Это зло. Что надо делать? Надо молиться за него, стараться его воспитывать, отстраняться от него, любить его, не обсуждать его за то, что он пьет. Но не давать ему деградировать, общаться с ним, разговаривать, на эту тему подобное. Вот. Пора заканчивать. У дочери-студентки недостаточный уровень ответственности за свои поступки. У дочери-студентки недостаточного уровня ответственности за свои поступки. Что за вопрос? Вот взяли с тобой свои вопросы. Где девушку мало вывели, чтобы не была ответственность за свои поступки? Она поэтому девушка, что не нет ответственности за свои поступки. Она поэтому замуж хочет выйти. Чтобы кто-то хоть отвечал за свои поступки. Конечно, она девушка молодая, нет ответственности. Когда ответственность появится, когда будет удалено. Молодяется, ответственность сразу. Женщина рожает, у нее ответственность появляется. Потому что у нее есть ребенок, и есть ответственность перед кем отвечать. Все, она чувствует, вот он, моя ответственность. Все, начинает для него жить, и ответственность становится. По-другому никак не бывает женщина. Тоже, как женскую лень победить? Пока не родишь, никак не победишь. Чего не придется? Ребенок поел, все, наблюдаемся. И больше никак женскую лень победить нельзя. Невозможно без ребенка. Какие аскезы могут снизить опыт разочарования? Второй вопрос. Та аскеза называется тащить себя на лекцию. Тащить себя в храм. Тащить себя туда, где люди занимаются чистой деятельностью. Когда человек разочарован в жизни, у него нет сил совсем жить. Он должен себя тащить туда, где совершаются благие дела. Служба идет в храме. Получится посвятые места. Лекции, где люди говорят о чем-то развышенном. Это аскеза. Потому что человеку не хочется жить, ему не хочется ничего слушать. Он приходит и через силу слушает, заставляет себя. И у него сердце постепенно становится лучше, лучше, лучше. Сейчас мы его, видите, это наш пример. Поэтому мы его сейчас приведем. Поднимите руку, кто затащил себя на лекцию. Жизнь просто ужасная. И стало легче. Так? Легче стало или нет? Честно скажи. Встало? Встало? Вас тоже нет? Вообще потихоньку просто лечь становится. Вот, пожалуйста. Это аскеза благости. Чего-то просто тащит себя за шею. Я, знаете, вам одну вещь скажу. Это вообще самая удивительная аскеза. Потому что если вы будете заставлять себя ходить туда, где благими делами занимаются, вы всю свою жизнь себе сохраните. Всю свою жизнь. Потому что это является самой жевчужиной понимания, как жить. Самой жевчужиной. Человек не всегда будет на высоте. Иногда человек может жить правильно, иногда у него кончаются силы, он не может. Но если он силком себя тащит туда, где у людей есть эти силы, его силы опять возрождаются. И он может быть не на таком уровне, но тащит себя все равно вперед. В этом заключается уникальность разумного человека. Что он даже в плохой судьбе не теряется. Он с помощью знания побеждает себя. Знание в чем заключается? В том, что через звук передается сила жить. Человек просто приходит слушать. Я, например, что делаю? У меня есть наставники. Я не выключаю звука никогда. Ни секунды. У меня, допустим, есть, где-то я еду или что-то делаю, у меня постоянно звучит голос наставника, молитва его. Всегда дома. Ночью даже, когда я сплю, звучит. Для чего? Потому что человек не должен никогда оставаться наедине со своих проблемами. Должен всегда убеждать с помощью чистоты человеческой. Никогда не оставайтесь наедине. Кто вас заставляет? Пускай звучит звук святого человека в каждую секунду вашей жизни. Это общение. И внимательно слушайте его постоянно. И ваша сила человеческая будет возрастать с каждым днем. Ее потом не только на себя, но и на других будет хватать. Так надо жить. Это жизненный опыт. Никогда не надо надеяться на себя в жизни. Мы очень слабы. Но когда человек полагается на чистого человека, он не является зависимостью. Это не зависимость. Зависимость означает полагаться на себя. Когда человек полагается на себя, он задисит от своей кармы. Он как раб. Понимаете? Когда человек на себя не полагается, он полагается на святого человека. Он побеждает карму. Рабство уходит. Он не зависит от своего настроения. Плохое настроение, ничего страшного. Пошел. Есть знание, что там будет лучше. Пошел, себя заставил. Пришел, стал лучше. Точно. Точно так же человек делает. У него покой, у него нет сил. Он встает с постели, тащит себя в ванну, знает, что будет лучше. А омывается. Я вчера приехал с лекции полдвенадцатого. Потому что провел консультацию, у меня не было сил. Я проснулся полшестого утра. Потому что там в храме была лекция, в Величественном храме была лекция. Восемь часов. До этого я должен читать молитву два часа, иначе я не человек. Я должен встать полшестого, еще йогой позаниматься, иначе здоровья не будет. Я встал полшестого, сил нет, потащил себя в ванну. После молитвы уже как огурчик. Все. Это настоящая жизнь. По-другому жить бессмысленно. Эта жизнь не дает никакого счастья. Ждать, когда у тебя все будет хорошо. Никогда не выйдет. Скажешь, у тебя все хуже становится. Мы же стареем. Пора заканчивать. Ну что, вот видите, остались несколько записок. Я завтра на них отвечу. Хорошо? Продолжим эту тему. Хорошую тему нужно? Да. О, сейчас будем участвовать. Спасибо вам, дайте. Кому удалось. Вчера представить стопы святого человека. Почувствовали силу внутри, нет? Вот это не почувствует. Значит, у вас есть опыт такого молитвы, повторения. Я желаю всем счастья или молитвы. А кому не удалось представить ничего, демитвы? А вы не беспокоитесь, не о чем продолжаете. Вы увидите, что удастся потом, со временем. А кто вот повторяет, я желаю всем счастья, начинает спать, засыпает. Тоже ни о чем не беспокоитесь. Вы засыпаете, потому что не понимаете, что это такое. Человек, когда ум не понимает, чем занимается, он засыпает. Нет понимания, нет ощущения. Вот, допустим, у вас сын уходит на войну. Или в армию. От вас зависит его жизнь или нет? Не зависит. Вы ошибаетесь. Глубочайшая ошибка в жизни. Глубочайшая ошибка. Именно от вас и зависит его жизнь. И вы говорите ему, сынок, ты будешь жить. И я для этого буду поститься, молиться. Я не дам тебе попасть в несчастный случай. Не дам попасть в беду. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на другом берегу. Дорогая моя, поцелуй покрепче сынишку. Знай, что я от беды вас всегда сберегу. Знаете такую песню, нет? Не слышите? Вы услышите эту песню. И эту песню поет сын, а не отец. И он поет ее для своей семьи. Почему? Потому что он прочитал письмо своего отца. Это называется благословением. Понимаете? Сила человеческая передается от одного человека к другому. Почему передается? Потому что ей надо передаваться. В этом смысл силы человеческой. Если вы поймете, что такое «я желаю всем счастья», вы спать не будете. Но если вы не поняли, ничего страшного. Просто надо повторять это, и вы увидите, что через вас эта сила пойдет. Когда она пойдет, вы будете чувствовать глубокое удовлетворение своей жизни. Глубокое удовлетворение своей жизни. Потому что жизнь человеческая предназначена только для одного. Для счастья других. Не для себя. А только для одного. Для счастья других. Единственное, что мешает так жить, это скупость, которая живет внутри и душит человек. Не дает покоя ни секунду. Я обижен. Я несчастен. Я не могу жить для других. Мне со мной не хватает. Это называется скупость. Самый злейший брак человеческой души. Чтобы ее победить, надо действовать. Сначала можно в сухо это делать просто. Я желаю себе счастье повторять. Механически. Святого человека представить не можете. Нет доступа до святости. Ничего страшного. Кланьтесь дальше. Он появится перед глазами. Допустим, вы знаете, фотографию видели. Но вы не помните во время повторения. Желаю себе не помните. Ничего страшного. Не волнуйтесь. Вспомните. Придет время. Перед вашими глазами прямо это все встанет. Вот так на голову. И вы почувствуете вот здесь счастье. А если не знаешь святого человека? Не знаешь. Ты не приучен здесь. Святую книгу представьте. Святую книгу знаете? Библия, Коран. Беды. Иисус это святой? Иисус это святой. Даже Бога можно святым назвать. Некоторые считают Иисуса Богом. Некоторые считают Сыном Бога. Некоторые считают святым. Кем бы его ни считали. Он дает людям милость. Поэтому вы представляете его просто. На иконе. Начинаете ему кланяться. Повторяете, я желаю всем счастья. И ваша жизнь удалась. Сто процентов. А если сияние идет? Когда вас утром представляешь? Сияние идет. Не надо ни о чем. Все идет. И сияние отдавайте его другим. Больше потом пойдет. Не только сияние пойдет. Пойдет такое счастье глубокое. Что вам даже тяжело будет повторять. Я желаю всем счастья. Потому что вас будет колбасить. От счастья это. Вас будут трясти, потряхивать так. А вам надо все равно отдавать. Потому что когда человек перестает отдавать. Все теряется. Понимаете? А если Будда приходит? То есть он такой малый. И Будда хорошо. Почему так? Ну почему нет? И что это? Плохо Будда приходит? Вы знаете кто такой Будда? Нет? Вы жизни его знаете? Нет. Всю свою жизнь людям отдал. Всю до копейки. Поэтому он и Будда. Простых людей прославлять не будут. Понимаете? Тот, кто жизнь свою отдает, тот и прославлен в веках. Потому что его жизнь длится и дальше. Она не останавливается. Потому что жизнь человеческая должна быть такой. Чтобы она жила сейчас и жила потом. И счастливы все всегда от нее были. Вот так человек должен учиться жить. Не сразу получится. Но стремление к этому уже дает счастье. И так техника та же самая. Надо представлять святого человека. Можно представлять Иисуса Христа. Кто-то не знает святых людей. Это уже гарантированно. Можете пророка Магомеда представлять. Нет проблем. Есть много святых людей. То есть представлять одного из них. Можно представлять Сергея Радонежского, Серафима Саровского, мать Терезу. Кого хотите. Это ваше дело. Кто в сердце ближе сидит здесь, кого и представляет. Мысленно кланяться этому человеку. И повторять. Я желаю всем счастья. И при этом думать, что счастье это не мое, а его. И когда счастье приходит в сердце, надо немедленно отдать его тому, кто нуждается. Отдайте это мальчику. Вот эту мальчику. Достаточно просто произносить, произнести имя. И эта энергия пойдет по назначению. Рихард Гриша. Просто имя произносите, и все. Энергия идет туда. Не верите мне? Я могу вам доказать. Я не знаю этого мальчика. А? И вы его не знаете. Я его не знаю. Но я вам могу сказать, что операция будет проводиться на левую ногу. Так или нет? Кто сидит здесь? А? Что? Ну, как бы связано с левой ногой. Там поражение. Не знаю. Ну, не важно. Я вижу этого ребенка. Спиной мозг тоже, да. Спиной мозг. С нижней части. Вот здесь внизу. Ну, не важно. Важно то, что я вижу этого человека. Достаточно просто произнести имя. Тут у нас присутствует Бог. Он сразу находит кого надо, понимаете? Нет, правда. Просто вы не знаете. Вы не тренировались. Но вы просто имя произносите, оно само находится. Не волнуйтесь. Не надо беспокоиться об этом. Повторять надо вот здесь. А как раз она пройдет? Видите? Это никто не может. Это от нас. Вот сейчас все помолятся за него, она пройдет совсем по-другому. Не так, как сейчас видится, понимаете? Это все непредсказуемо. Тот, кто предсказывает будущее, это сумасшедший человек. Он не знает будущего. Потому что не знает, как люди себя поведут сейчас. Как? Есть, примерно есть эта информация. Примерно есть. Но не точно. А? Обманщики, да. Я поэтому не предсказываю. Это обман. А как же ванга? Ванга святой человек. Она предсказывала для помощи людям, не для того, чтобы пендриваться перед ним. Можно. Но это предсказание означало благословение. Она предсказывала для того, чтобы благословить человека, а не для того, чтобы обрекать. На самом деле, даже ванга не знает будущего. Она просто благословлена, говорит правду, потому что она святая. Человек не может знать будущее, она в руках Бога находится. Но человек может догадываться о будущем, если он благословлен, делать пользу людям. Понимаете? Все остальные люди, которые на этом деньги зарабатывают, или просто кичатся этим, они обманывают людей, они не знают правду о будущем. Астролог должен примерно говорить какие-то вещи, и потом всегда заодно добавлять, что я на самом деле точно не знаю, но вот гороскоп так говорит. Астролог никогда не должен говорить, что вот точно так будет, и все. Это означает, что он сумасшедший человек, и все. Ему верить ни в коем случае нельзя. Чудующее принадлежит Богу, и кто не имеет права его себе присваивать. Числи прямо? Нет, уже сейчас мы будем желать самчасти. Надо кроться вверх, чтобы силы больше было, душевные. Повторять надо кором, и не надо кричать, потому что это нарушает гармонию. Она говорит очень сильно, но она неспокоенна. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.